Друзья, всем привет! Нахожусь сегодня в автосалоне Рено. Посмотрим все новые автомобили, которые представлены в данном автосалоне. А именно, пробежимся в первую очередь по ценам. Потому что, я думаю, вам будет интересно посмотреть, стали ли автомобили Рено в Беларуси дешевле по соотношению к долларам. Потому что курс у нас растет периодически. Поэтому, я думаю, это актуально. Предыдущее видео с автосалона Рено будет под видео в описании. Ну и погнали смотреть видео, друзья! Друзья, уже остались считанные дни до открытия моего автоподбора. Главное, что у нас цены самые низкие по Республике Беларусь. И плюс в том, что от этих низких цен минус 20% по моему промокоду Кирилл Романовский. На все наши услуги. Все ссылочки на мой автоподбор я оставляю под видео в описании в закрепленном комментарии. Друзья, Рено Каптюр. Есть огромное количество комплектаций, всяких самых разных. Есть на механической коробке передач. Что касается двигателя, было два силовых агрегата. Это 1 на 1,6 литра на 114 лошадиных сил. И также был турбовый. То есть он и есть объемом 1,3 лошадиных сил. По комплектациям. В минимальной комплектации самый дешевый Аркана будет стоить 40 800 белорусских рублей. И в максимальной комплектации ценник доходит до 57 300 белорусских рублей. Друзья, вообще, чем я считаю интересным данный обзор, то что ценник у нас, доллар растет вверх. И поэтому, я думаю, людям будет интересно знать по соотношению к долларам, стало ли дешевле автомобили Рено. По багажнику 387 литров. Вот в таком вот состоянии. И при сложенных сидений объем багажника возрастает до 1200 литров. Розеток здесь никаких нет. Здесь такой вот коврик. Так, я не понимаю, пол не поднимается. Что это, что ли? Нет, сейчас посмотрим, ребят. А, нет, здесь я все понял. Запаска. Вот она запаска. Именно представленный экземпляр. Вот именно этот, эта комплектация Style. С 1.3 турбовым мотором на 150 лошадиных сил. Друзья, это трехцилиндровый мотор, насколько я знаю. Объемом 1332 кубика. На семиступенчатом автомате. И стоит 50600 белорусских рублей. Я думаю, по теперешнему курсу, это, наверное, немножко меньше 20 тысяч долларов. Курс у нас приблизительно 2 рубля 60 копеек. Все цены я называю в белорусских рублях. Комплектация Style за 50600 белорусских рублей. Можно видеть, у нее уже салон комбинированная ткань кожи. Как я сказал, автоматическая коробка передач. Вот такая вот аудиосистема. Больших достаточно размеров. Кожаное рулевое колесо. Задние стекла притонированы. Ну, все вот эти вот, друзья, вставки под кожу. Понятное дело, что это не кожа, это кожезаменитель. Здесь можно видеть два USB-выхода. Подогрева задних сидений нет. Также здесь представлено Рено Аркана. Написано, что это какая-то лимитированная версия. 1.6 бензина, 114 лошадиных сил. 156 ньютон крутящего момента. Пятиступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость 183 километра. Разгон с нуля до сотки за 12,4 секунды. И расход топлива в смешанном цикле 7,7 литра. Ну, давайте посмотрим. И стоит это все добро 46 500 белорусских рублей. Вот так вот выглядит передняя часть Рено Аркана. Ну, выглядит на самом деле достаточно современно. Автомобиль в целом, ну, в целом, выпускается относительно недавно. Здесь можно видеть за 46 тысяч белорусских рублей полностью кожаный салон. Ну, хотя не полностью, можно сказать, что здесь... Да нет, наверное, все-таки будет правильно сказать полностью кожаный. с эко-кожей, как правило. По центру разместился большой вот такой вот планшет, аудиосистемы, кожаное рулевое колество. Даже если посмотреть, сиденье уже... Ну, понятное дело, что все равно, в целом, автомобиль бюджетный, но уже здесь приятная на ощупь, такой вот заменитель кожи. Здесь, здесь, но здесь уже дубовая обшивка. Такие вот пластиковые накладки. Понятное дело, что это не дерево. И задний ряд сидений. Есть подлокотничек с подстаканниками. 46 тысяч, грубо говоря, белорусских рублей. Это, наверное, сервопривода никакого здесь нету. По багажнику он здесь 500 вроде бы, с копейками литров. Больше немного 500 литров. И при сложенных сидений там порядка 1300 литров получается объем багажника. Здесь уже можно увидеть фальшпол, под которым скрывается полноразмерное запасное колесо. Давайте посмотрим, как здесь вот эта вот ниша сделана. Никакой абсолютно шумоизоляции здесь, конечно же, не присутствует. Под запасным колесом какая-то тряпка. Ну, в общем, это и понятно, потому что автомобиль все-таки больше бюджетный. Камера заднего вида. Рено Логан Степвей. То есть, друзья, это, по сути, обычный Логан. Отличие от обычного у Степвея, то, что у него можно видеть вот эти вот пластиковые накладки на бамперах, на арках, на порогах. И она немножко выше. Выше у нее дорожный просвет. Ни о каком полном приводе речи, конечно же, здесь не идет. Все это простой Логан по факту. Только с некоторыми доработками. Что касается комплектаций, есть порядка пяти комплектаций. двигателя есть 1.6 на 82 лошадиные силы и 1.6 на 113 лошадиных сил. Оба на механической коробке передач. И также есть 1.6 на 113 лошадиных сил на 7-ступенчатом автомате. Ну, я, если честно, даже немножко удивлен, что Логан на 7-ступенчатом автомате. Обычно это все как правило до боли устарелое. Обычно идет у Логанов тех же. И обычно тут автоматы четырехступенчатые. Но здесь 7-ступенчатый автомат. Что же касается цены. Цена начинается, если за 1.6 литра на 82 лошадиные силы на 5-ступенчатой механике ценник получается 27900 белорусских рублей. То есть это чуть меньше 11000 долларов. Ну да, примерно по курсу так и получается. И в максимальной комплектации на автоматической коробке передач 34100 белорусских рублей. Это в максималке на автомате. Также было две комплектации с автоматической коробкой передач. И комплектация немножко попроще. будет стоить 31800 белорусских рублей. Что же касается максимальной комплектации на механической коробке передач. Ценник доходит до 31900 белорусских рублей. Давайте заглянем в багажник. В принципе вы сможете сравнить мои старые видео с данных автосалонов и посмотреть вообще изменился ли ценник. Ну если в переводе на доллары. 510 литров. 510 литров багажник. Все здесь сделано максимально бюджетное. Посмотрите. Ну вот подсветка присутствует. Ну а так ничем здесь ни такого пластика, ничего, ни ковролина, ничего не закрыто. Все здесь на пружинах. донкрат закреплен вот так как-то вот на два вот таких вот уха. И также крышка багажника не имеет никакой обшивки. Есть вот такая вот ниша под запасное колесо. Тоже здесь никакой шумоизоляции речи не идет. если хоть там в Аркане хоть какая-то была ну под колесом запасным тряпка, чтобы колесо не вибрировало, чтобы как-то вот этот шум уменьшить, то здесь даже этого нету. Ну и проем так, не сильно тут старались его прокрасить, судя по всему на заводе. Вот как-то так это все выглядит. Что касается запаски, она полноразмерная. Ну и давайте наверное уточним какая вообще эта комплектация, если тут написано. Нет, здесь не написано. Друзья, что касается данной комплектации, только что уточнил у сотрудника, это комплектация Life. Насколько я понимаю, комплектация Life может быть с двигателем 1.6 на 82 лошадиные силы или с двигателем 1.6 на 113 лошадиных сил. Если здесь двигатель 1.6 на 82 лошадиные силы, то цена 27 900 белорусских рублей. Если же двигатель на 113 лошадиных сил, то цена 29 400 белорусских рублей. Больше они, насколько я понимаю, ничем не отличаются. Давайте посмотрим, что вы получите в этом ценовом сегменте. Насколько я понимаю, это минимальная по сути, ну не минимальная совсем, но небогатая комплектация. Только передние, только передние стеклоподъемники, подогрев передних сидений, не знаю, как одного или двух, сейчас обойдем, посмотрим. Пятиступенчатая механика, вот такая вот бедненькая аудиосистема, ну с блютузом. Резиновое колесо, полностью ни круиза, ничего здесь нету, даже в управлении, а нет, магнитолы, вот можно видеть, под рулем, не очень, кстати, эта вся система удобна, сам знаю по себе, когда она на руле кнопки, то еще нормально, а вот в таком исполнении, ну не очень. Да, кстати, обогрев двух передних сидений, салон, понятное дело, тряпичный, все здесь деревянное, но опять же это самый бюджетный автомобиль в линейке Logan, Sandero, сзади подлокотника никакого нету, ну а что касается здесь, здесь стеклоподъемники механические, на ссылочку на прошлое видео с автосалона Renault я закреплю под видео в описании, где вы сможете посмотрев более предыдущее видео, которое я снимал раньше, и теперешнее видео, и сравнить в долларах стали ли автомобили дешевле, друзья, Renault Duster достаточно популярный автомобиль в наших широтах, есть у него аж 7 комплектаций, есть на 1,6, но 1,6 это только переднеприводные автомобили, 114 лошадиных сил, и также есть еще несколько силовых агрегатов, это дизельный 1,5 литра и бензиновый двухлитровый, как правило двухлитровые машины, дизельные они полноприводные, что касается цены с двигателем 1,6 переднеприводный автомобиль начинается от 30 800 белорусских рублей и доходит до 34 600 белорусских рублей, полноприводный автомобиль, если это будет двухлитровый бензин, ценник 39,200 и максимальная комплектация у бензиновой версии 45 тысяч белорусских рублей ровно, кстати, двухлитровый двигатель на 143 лошадиные силы и есть еще два дизельных на 109 лошадиных сил, 1,5 дизеля, один стоит 43,700 а второй 44,500 что касается багажника 475 литров у переднеприводной версии 408 литров у полноприводной версии и 1636 литров если сложить сиденье или 1570 литров полноприводной версии так здесь полноразмерное запасное колесо ну вот уже добавили они здесь какие-то органайзеры для какой-то мелочевки но они все сделаны из пенопласта я думаю не сильно это будет все долговечно ну и шумоизоляции конечно же тоже особо здесь никакой нету здесь я ничего не напутал друзья это дизельный дастер вижу что есть подогрев передних сидений ну такая не очень интересная аудиосистема без монитора шестиступенчатая уже механическая коробка передач и судя по всему эта комплектация дай-ка этот лист судя по всему эта комплектация которая попроще стоит она 43 700 белорусских рублей а нет ребят это на а ну да 43 700 белорусских рублей кстати если следовать их брошюрам то дизеля на автомате не было ну наверное если честно не знаю поправьте меня в комментариях если я ошибаюсь по крайней мере у них такой комплектации нету комплекта дизеля дизеля рено сандера степпфей есть всем тоже комплектаций самая дешевая 27 900 и самая дорогая в максимальной комплектации 35 тысяч белорусских рублей ровно то есть особо больше тут рассказывать нечего по багажнику 320 литров багажнике со сложенными сиденьями он объем возрастает до 1200 что касается обычного sandera и обычного логана здесь они не представлены ну кстати станет хотел сказать что здесь тоже шестиступенчатая механика нет здесь пятиступенчатая механика такое друзья у нас видео небольшое получилось не забываем поставить под этим видео лайк подписаться на канал если вы не подписаны так смотрите ну шторки насколько я знаю это все допы в общем друзья всем удачи на дорогах всем пока